Здравствуйте! В эфире Черноморская телерадиокомпания. Новый проект, вести его буду я, Екатерина Негречия. И сегодня в нашей студии уникальные гости. В эфире мы покажем кусочек реальной жизни, очень непростой с одной стороны и даже героической. Но об этом чуть позже. Я хочу только объясниться. Более года в этой студии я была практически 5 раз в неделю. Мы в прямых эфирах следили за самыми важными новостями. Приглашали в эту студию экспертов, слушали споры и даже ругань политиков. Но всегда старались делать конструктивный диалог. Мои коллеги Александр Янковский и Владислав Майструк продолжают это делать. И скажу честно, за все предыдущие годы работы на телевидении, до каналов «Социальная Краина» и «Черноморская телерадиокомпания» такой свободы действий от редакции, свободы в принятии разного рода решений, кого приглашать, как спрашивать, каким образом строить разговор, я не ощущала. А поверьте, в профессии журналиста это равноценно воздуху. Так случилось, что с октября я буду появляться в эфире, но только раз в неделю, потому что сейчас мне посчастливилось работать в команде, которая делает радио «Крымреаль». Это вещание на оккупированный полуостров. А в отведенный мне час времени здесь я хочу говорить о том, чего вы никогда не услышите на таких крупных центральных телеканалах, потому что у них каждая минута на вес золота, а у нас ценности другие немного – это люди, жизнь, развитие, добро и мир. Только мир, он сам по себе не придет, его нужно строить, создавать всем вместе. Ну, об этом, собственно, сегодня мы и поговорим. Представляю наших гостей. Дмитрий Левицкий, драматург. И я только скажу несколько слов, что вот как раз в прошлом году мы начинали работать вместе в этой студии, вместе с Димой, он был у нас редактором. И Елена Прокопенко, менеджер проектов общественной организации «Новый Донбасс». Здравствуйте, Елена. Ну и мы начнем, наверное, с того, что вот объясните, что такое «Новый Донбасс». Это организация, да, вот с таким названием, почему «Новый» и каким вы видите, представляете себе «Новый Донбасс». Да, это гражданское объединение «Новый Донбасс», которое только полгода как юридически организовалось, а раньше это был проект. Но сейчас, я думаю, что приобретение юридического стадиуса не решает, так глобально не меняет наши призвания, цели. Мы не то, что мы хотим изменить Донбасс, мы хотим показать людям, какой он на самом деле, для того, чтобы они туда ездили или смотрели нашими глазами на него, и чтобы это был не маленький проект, не организация, это такое движение, которое позволит наладить диалог с Донбассом. То есть диалог между свободной Украиной и оккупированными территориями, которые еще и в войне пребывают штук. Так, да. Вот скажите по своему опыту, да, из общения с людьми, которые там живут, пропасть эта большая? Ну, это не пропасть, а это есть какое-то расстояние, но оно каждым разом все, мне кажется, уменьшается, уменьшается, потому что есть проекты, которые способствуют тому, чтобы оно уменьшалось, потому что каждый приезд – это новый шажок, это новая встреча, это новый взгляд друг на друга, это диалог, это изменение сознания людей, это уверенность в том, что у них есть будущее, и что они не оставлены, не брошены. У меня вопрос, Дим, к тебе, ты же драматург, да, и с карьерной телевидения, я так понимаю, что пока что, или пауза, или, да, об этом ты не думаешь. Почему ты вот для себя решил, что, и как это вообще случилось, что ты с ребятами с Нового Донбасса познакомился, более того, ты волонтеришь вместе с ними? Ну, смотри, я еще только прокомменчу, что мы все-таки занимаемся деятельностью на освобожденных территориях, да, то есть мы непосредственно деятельности на оккупированной территории не ведем, да, то есть у нас нету экспедиции туда, у нас нету какой-то работы непосредственной страны. Освобожден, но были оккупированными территориями, это отличает, наверное, да, жизнь этих людей, их восприятие от тех, кто не был захвачен, конечно. Ну, в данном случае, вот, в тех местах, которые мы ездили, вот, в нашей поездке последней, там некоторые населенные пункты были оккупированы, а некоторые населенные пункты не были оккупированы. То есть, ну, тут тоже нужно делать разницу, и вообще вот в этом вопросе, конечно, очень важно не обобщать, очень важно не красить такими грубыми и жирными мазками. Я... Это правильно подчеркнул, потому что я, конечно, только так и могу, я не была там на самом деле, не общалась с людьми, и для меня, как и для многих жителей свободных территорий Украины, которые не были под оккупацией, да, и далеки от Донецка и Луганской области. Ну, вот такое восприятие на самом деле. Поэтому поправьте, да. Ну, опять же, я встретился с организацией «Новый надбас» в прошлом году, благодаря Наташе Варажбит, это драматург. Она... Ее пригласили... Лора Артюгина пригласила в Николаевку поработать с детьми и, возможно, сделать какой-то театральный проект вместе с учениками Николаевской школы. И Наташа позвала меня, и мы вот вместе вдвоем поехали туда. Ну, как вот такая театральная такая составляющая этой поездки. И там, ну, после этого родился большой проект. Правда, я в нем уже не участвую. В нем участвуют Наташа и другой театральный режиссер, Георг Жено немецкий, из Германии. Вот. И, ну, родилось очень много интересных проектов после Николаевки. Почему я начал заниматься волонтерством? Ну, наверное, это связано... Ну, опять же, разграничить нужно. Почему я поехал на Восток, наверное, скажем? Потому что волонтерством я и до этого занимался. Мне казалось, что очень важно находиться там в какое-то время, очень важно своим телом, своим телесным присутствием, собственно, быть там и непосредственно, непосредственно общаться с этими людьми, потому что без каких-либо посредников, без какого-либо там экрана, и без какого-либо там ложного материала, да? То есть и, безусловно, те вещи, которые ты слышишь там, безусловно, те вещи, которые ты там видишь, они дают тебе возможность писать об этом, скажем так. Я не говорю, что я там... Это проясняет ситуацию, я не говорю, что это там дает тебе куча ответов, я не говорю, что это там... Ты понимаешь, что происходит. Ну, это не совсем так. Но, по крайней мере, для меня, как для человека пишущего, для человека, который в данном случае видит, что вот в этой точке сейчас сосредоточено, ну, как бы, сердце Украины, да? То есть, если это пафосно сказать. Но тебе это дает возможность писать об этом. Если ты находишься, например, там вот вместе с этими школьниками, которые видят войну, когда ты находишься вместе с этими военными, которые ежедневно рискуют своей жизнью, когда ты видишь эти дороги разбомбленные, эти дома разбомбленные, это не приносит никакого, конечно, там, ни прояснения, ни удовольствия, ни какого-либо там... Ну, это не дает таких очень... Это не дает каких-то полезных вещей. Это дает только возможность тебе писать об этом. Вот и все. И, наверное, больше вопросов возникает. Возникают вопросы, безусловно. Ну, мы поговорим сегодня о двух поездках, да? И начнем с той видео, которая уже готова. Вы нам его предоставили. Вот один фрагмент из фильма «Новый Донбасс», который можно с легкостью найти в сети интернет. Мы сейчас посмотрим видео. Повреждена была вот эта сторона. Тут сидели люди внизу, в подвале. И прям попал снаряд прямо в школу. Сейчас у нас все хорошо. Слава Богу. У нас, знаете, как у нас соседи, которые не дружили раньше, которые... У них были плохие отношения. Сейчас, после войны, после всего этого, они просто сейчас лучшие друзья. Помогали во время войны все друг другу. Я боец на Зварде. Вернулся с Востока сейчас. Немножко травмирован. Но ничего страшного. Вот это холл. Посмотрите, как все вышибло. По словам Камбрига, с которым я общался, мне удалось там, просто случайно, так получилось, что мы оказались в одном месте в одно время. Он сказал, что здесь находились террористы, но огонь увелся и в Семеновке тоже. Поэтому, как бы, неизвестно, кто ее накрыл. Но, вроде как, здесь сидели террористы, и поэтому совершенно было. артобстрел. Здесь работает моя мама. Здесь учатся вообще дети наши, украинские, ради которых мы воюем. Поэтому нужно, чтобы они учились в самых лучших условиях. Поэтому мы должны ее отстроить полностью. Я думаю, мы как вообще вот со времен Майдана, мы же научились жить без вообще властей. То есть, мы помогаем друг другу непосредственно. ну вот, собственно, вот то, что мы имеем на сегодняшний день. Лопата стоит, куча стекол, все развалено, вон крыша развалена. Если, конечно, русские не придут к этому времени сюда, потому что есть варианты. если они не придут, если они дадут возможность нашим детям пойти в школу мирно. Я, Бутов Артем Викторович, учился в этой школе с 91 по 2002 год. Сейчас вернулся с фронта. Хотелось бы обратиться ко всем нерабочным людям, корпорациям и всем прочим, которые могут оказать посильную и непосильную помощь в восстановлении этой школы. поселок тоже сильно пострадал, но сейчас хотелось бы восстановить именно школу как символ новой жизни, символ новой Украины. Это фрагмент из фильма «Новый Донбасс». Поездка волонтеров в Николаевку, Донецкая область, возле Славенска, этот город районного значения находится. Вот, Елена, к вам вопрос. Значит, сейчас на этих территориях местные жители настроены на то, чтобы восстанавливать все. Значит, есть надежда и огромная надежда, что больше войны не будет. Надежда в сердцах всегда есть. И люди, наверное, я не встречала ни одного человека, который хотел бы, чтобы была война в том доме, где он живет. И, конечно, для них это был большой импульс, и они развиваются, хотят развиваться. они хотят организовывать там центры творчества, они консультируются, они просят, они не знают, как это сделать, но у них есть желание, они просят помощи. Они используют вот ту возможность, которую им дали для того, чтобы дальше развиваться. И не сколько и дети, конечно же, и сколько их учителя, и руководитель школы, который тоже изменил свою позицию и активно сейчас строит какое-то гражданское общество там. на том, там вы выбираете куда поехать, в какую школу, вы как-то заранее знакомитесь по телефону может быть с директором? Ну, у нас мы фокусируем, наш проект фокусируется на школах и на таких небольших школах, в очень небольших местечках. Это не те города, к которым могут каждый поехать и помочь, которые более крупные города. Мы едем в то место, где действительно практически никто туда не приезжает. Приезжаем мы, и долгое время никто вообще туда не приезжает. Я говорю уже про поездку в последнем экране, в которой мы были. У нас есть такая ознакомительная поездка. Наш менеджер едет в тот регион, получает информацию, смотрит школы, смотрит социальную инфраструктуру. И приезжает, и мы смотрим, где нам удобнее, где мы можем сразу в нескольких школах побывать. Это просто удобная локация, удобная, даже практичная, с практичных соображений, чтобы быть как можно больше школ, мы могли бы, по большим школам мы могли бы помочь. Дима, расскажи, как это происходит. Вот вы приезжаете, и что дальше? Как вы знакомитесь? Какие слова говорите? Говорите, что вы из Киева приехали? Да, безусловно, мы говорим, что мы приехали из Киева, мы говорим, кто мы такие. В данном случае у нас была, опять же, крайняя поездка. Мы ездили в Станично-Луганский район Луганской области. Мы ездили и работали в трех школах. Это Кондрашовская школа, это возле, это район Станицы. Это школа в Платине. Платина – это маленькое поселок на 200 дворов. И школа в Нижне-Тёплом. Чтобы ты понимал, да, Платина учеников там чуть больше 30. Двух остальных – это по 130 где-то учеников. Мы приезжаем, мы говорим, кто мы, мы говорим, откуда мы, мы говорим, что мы хотим. И в любом случае у нас же есть два формата отношений со школой. Первый формат – это мы непосредственно восстанавливаем материальную составляющую, оставим окна, да, то есть где нужно, вот там, кроем крышу, но в данном случае в Николаевке там такое было. А вы сами приезжаете это делать или подключаются еще местные жители, и вы это все вместе делаете? Ну, в Николаевке очень важно было то, что нам помогали местные жители. И, в принципе, на это, собственно, рассчитан проект, что мы в сотрудничестве с местным населением, в сотрудничестве с местной громадой восстанавливаем, собственно, те объекты, которые дальше будут там работать. И второй формат отношений мы непосредственно работаем по таким, мы называем это, можно сказать, культурности, да, то есть такие мастер-классы, тренинги, лекции, которые каждый из волонтеров тем или иным мастерством владеет, он делится с это с учениками. В данном случае у нас в станице ездили люди, которые преподавали английский язык, гитару преподавали, преподавали рисунок, актерское мастерство, тэквондо. У нас ездила Юля, она из Днепропетровска, она призер Европы по тэквондо. То есть она сама нашла нас как организацию и сама пожелала. Ну и также, кстати, у нас еще один волонтер, который в последний момент присоединился, это Алекс, он сам родился в Лондоне, живет в Барселоне, путешествует по миру, и вот он хотел, собственно, увидеть тоже, как-то помочь восстановить. А как он нашел новый Донбасс? Ну, я уже не помню. Через кого-то из волонтеров? Да, я думаю, что там в сети как-то информация была просто. А что это такое? Почему? Я так понимаю, что это не единственный пример, что иностранцев на самом деле много с вами ездят, такая интернациональная у вас команда получается. Какой у них интерес? Может быть, просто острых ощущений хочется? Нет, ну, я думаю, что это не потому, что поиск острых ощущений, это работа для них. С одной стороны, это работа, с другой стороны, это увидеть своими глазами, понять, что происходит. Потому что пока ты не увидишь, ты сам не ответишь на эти вопросы. С нами ездила команда партнеров из Литвы, которая оказала нам большую поддержку. которая обучила нас методологиям, обучила нас, провела с нами тренинг перед поездкой. Это команда, литовская команда проекта креативного партнерства, который успешно был реализован в Литве, больше чем в 140 школах. А корни его в Британии, где он применен был более чем миллионам учащихся. Это проект, который позволяет с помощью, через творчество, дать возможность учащимся, он ориентирован на школы, дать возможность учащимся и учителям посмотреть по-другому на учебный процесс. То есть учащиеся могут использовать и увидеть свои творческие способности, раскрыть, а преподаватели найти какие-то инновационные методы улучшения учебного процесса, и для того, чтобы этот процесс стал более интересным и доступным детям. И такая методология очень нам помогла, потому что мы как раз с детьми и общаемся. Ну да, нужно понимать, что ты работаешь, ты не просто приезжаешь гастролёром, ты не просто приезжаешь... Посмотреть, да? Да, поглазеть. Ты приезжаешь, это очень важный, ответственный этап работы. Это налаживание диалога, это налаживание каких-то новых отношений, нового типа отношений. Потому что у них огромное количество стереотипов по отношению к нам, предубеждений. Они присматриваются, наверное, первые дни, да? Да, они присматриваются, они очень готовы, открыты, они позитивны, они как одна команда. Они делают этот проект при поддержке посольства Республики Литва в Украине. С нами в эту поездку крайне к нам приезжал посол Литвы, посол Латвии. Также приезжала такая небольшая команда с Министерства иностранных дел Литвы. И они... Это был короткий визит, но они увидели своими глазами происходящее. Они поддержали наших партнёров, они поддержали гранты материально для того, чтобы они обучили нас и дали нам какие-то инструменты для успешной реализации наших проектов. И они поддерживают и нас, и своих литовских партнёров. И как раз смотрят своими глазами на происходящее и с позитивным взглядом. Дим, ты как драматург, для тебя ощутимо было настроение людей, которые вас встречали в начале, как только вы приехали, и потом, когда вы уже уезжали. Что-то поменялось? Ну, это заметно среди школьников особенно. То есть среди школьников, потому что мы всё-таки, и это нужно учитывать, мы фокусировались на работу с учениками, а не только на работу, в принципе, как институция школы. Потому что есть ещё и учителя, есть ещё и работники школы. Ну, безусловно, ты это тактильно просто ощущаешься. То есть вначале ты просто киваешь им головой, говоришь, «Здрасте, здрасте, я Дима». А в конце тебя обнимают и не хотят отпускать. То есть происходит вот эта химия, происходит любовь. Всё очень здорово. И в этом плане мы достигли, как в Николаевке, так и здесь, достигли определённого уровня отношений, в котором мы можем дальше продолжать сотрудничество и диалог. Потому что мы планируем и дальше туда ехать. То есть это не одноразовая акция? Это не одноразовая точно. И даже не двухразовая. То есть мы как бы взяли эти школы, и мы дальше с ними сотрудничаем. У нас мы устраиваем с ними диалог, мы устраиваем с ними какие-то отношения, даём им задания домашние, которые они могут сделать за этот месяц. И там, скажем, мы, может быть, где-то в начале ноября приедем вновь и опять начнём работу. Работа системная, что важно, да? Ну, то, что мы, опять же повторяю, что мы не гастролёры и не ребята, которые приехали помахать флажками и уехать, это точно. То есть мы хотим изменять непосредственно институцию. Но тут, опять же, понимаешь, тут очень много вещей, с которыми ты сталкиваешься уже непосредственно в школе. Например, и об этом нужно, опять же, говорить. Элементарно от школ, например, сейчас требует какой-то отчётности. Вот это патриотическое выхование. Вот требует, чтобы ты, например, сделал фотографию с военным. Вот каждый месяц или, я не помню, там, каждый какой-то определённый срок в школе должно быть проходить какие-то занятия по патриотическому выхованию в школе Рио. И, например, вот буквально мы делали какое-то мероприятие, и учителя просили военных, которые там рядом на блокпосту, чтобы они вместе с ними сфотографировались. Потому что, ну, это для отчётности надо. Понимаешь, и вот эта косность такая, вот это как бы то, что сверху тебе сказали сделать, вот это как бы системные вещи, которые нужно менять. И мы, и, безусловно, то есть тот проект, который мы делаем, он меняет только часть, но непосредственно системные вещи, это нужно, конечно, делать уже здесь, в Киеве. Потому что много вещей, которые нам не понравились. И это не только связано с Луганской областью. Это, в принципе, я так понимаю, как бы система так работает. У нас есть включение по скайпу, ваша коллега, волонтёр Ксения Васильева. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте. У нас в студии Дмитрий Левицкий и Елена Прокопенко. Ну, вот говорим о поездках, которые организовывают и реализуют новый Донбасс. Вы непосредственно были везде, да? И вот на ваш взгляд, у вас там, у организации большие планы, да? Там есть стратегии, есть видение того, как можно как-то возобновить, восстановить жизнь, вместе поймать, найти эту надежду на мир. Да? Это получается? Насколько процентов получается, удается, успевается сделать всё, то, что вы планируете непосредственно перед поездками? Ну, я, наверное, тут... Вы меня слышите? Да, 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 мы слышим. Я, наверное, не соглашусь тут с Леной, потому что пропасть, мне кажется, очень большая. Они были изолированы на протяжении 24 лет. И это очень чувствуется в общении и с маленькими детьми, и со взрослыми. Насколько успешно? Ну, мне кажется, что вот наша открытость и наше желание им помочь, они очень идут на контакт. Они отвечают нам вот на нашу любовь, они отвечают нам своей любовью. И если в первый раз они смотрели на нас скептически, то когда мы уже выезжали, а виделись мы, по сути, три раза все, то мы не могли просто выйти из этих школ, эти дети нас целовали и плакали, чтобы мы приезжали снова. Поэтому, я думаю, тут очень важно разговаривать, очень важно объяснять им, что мы здесь им не то, что сочувствуем, мы их любим и мы их поддерживаем в любой ситуации. И что вне политики человеческие отношения должны сохраняться между нами. А политические вопросы, да, или вот вопрос такого патриотического воспитания, о чем Дима рассказывал, которые навязываются сверху, да, в таком приказном порядке, заставляют фактически работать, получается, учителей. Вот эти вопросы вообще возникают как-то сами собой? Или вы стараетесь вообще избежать вот этого всего? Просто говорить о дружбе, о жизни, да, о том, что мы все в одной стране живем? Ну, мы стараемся вообще не задевать политические аспекты, но они как-то сами собой рождаются в общении. Что касается патриотического воспитания, дело в том, что дети, которые настроены, ну, про русский, они очень агрессивно реагируют на такие какие-то. А те, которые настроены про украинский, они тоже не понимают, для чего это делается, и вот эта вот показуха, она для них тоже не совсем понятна. Ну, в принципе, ну, мы стараемся не говорить о политике, останавливать эти разговоры. Ну, и они как-то, они больше хотят говорить о том, как мы живем, а что здесь, потому что они очень изолированы на данный момент вообще, потому что, допустим, в Кондрашовке, в станице Луганской, у детей даже нет возможности выезжать куда-то за пределы. У них нету ни кружков, ну, то есть у них есть дом, школа, в 6 часов они должны быть дома, и максимум, что у них есть, это телевизор или интернет. То есть у них как такового вообще нет общения, поэтому мы для них такой живой какой-то выход в другой мир. Ну, Дим, да, исходя из того, что Ксения сказала, а ты говоришь, что вот патриотическое воспитание, это как-то нехорошо, потому что навязывается сверху, а что делать? Как-то же надо объяснять, работать? Может, тут вопрос, как это делать, но нужно же рассказывать, что такое Украина, да, вот какую-то историю затронуть, как-то, ну, может быть, посвящать их больше в это, потому что, те, кто проукраинский настроен, там, очевидно, родители этим занимаются, у них такая же позиция, а вот с теми, кто ориентирован на Россию? у меня нету там точного ответа и определенного ответа на твой вопрос, но я точно знаю, что вот навязывание сверху ведет только к ухудшению ситуации. Я точно понимаю, что то, что делается в приказном порядке и то, что делается не по желанию, а по указке, ухудшает ситуацию, и это и ситуация только и проблема только углубляется. Безусловно, то, что мы своим присутствием, я подозреваю, что своим разговором, своим присутствием, своей своей любовью, если хочешь. Мы показываем, что Украина сильная, хорошая, добрая страна, в ней живут хорошие люди, которые могут слышать и слушать каждого, кто живет в этой стране. Мы готовы их выслушать, мы готовы поговорить, мы готовы высказать свою позицию, если они захотят, и мы готовы выслушать их позицию. Все, что мы хотим, чтобы перестали стрелять, перестали брать в руки оружие, поняли, что, возможно, где-то кто-то был неправ, и все. Мы действительно стараемся избегать разговоров про политику, но если нас спрашивают, мы отвечаем. Елена, может быть, вы со мной согласитесь в том, потому что я реально видела примеры, это касается переселенцев, например, когда родители, они или аполитичны, или непатриотичны настроены по отношению к Украине, но благодаря тому, что дети или в садике, или в школе учатся на украинском языке, там, значит, они гимн слышат, что-то еще, они таким образом и родители настраивают на вот такую вот волну. Это известно, да, я согласна, что через детей всегда проще донести информацию до их родителей, и дети, они впитывают, они то, что видят, как к ним относятся, они точно так же относятся и к человеку. Они открыты, они понимают, видят добро, понимают, что это добро, и для них они видят, что мы такие же люди, как они, мы так же смеемся, мы такие же, мы с ними играем, мы рассказываем, совершенно темы, которые касаются, мы говорим с ними о них и о нас, но мы же как бы одинаковые все, что тех регионов, которые сейчас в таком постконфликтном состоянии находятся, что здесь. И да, они приходят домой, они делятся своими впечатлениями, они рассказывают о том, что не то, что вот кто-то приехал и что-то нам рассказывает и учит жизнь. Нет, они рассказывают о том, что они делали, что они играли, что они общались, что они улыбаются, и, мне кажется, каждый днем все больше улыбаются, и какой родитель к этому отнесется плохо. вот еще один фрагмент из фильма «Новый Донбасс», снятый в Николаевке, и там как раз детские голоса услышим. Это реально зона АТО, несмотря на то, что это освобожденная территория, это просто освобожденная территория на карте. То, что здесь происходит внутри, люди, их жизни, их судьбы, их мысли, об этом из Киева вообще невозможно понять. Во время боев между украинской армией и русскими террористами город Славянск не один раз переходил из рук в руки. Множество зданий было разрушено артиллерийским огнем с двух сторон. Когда город и прилегающие к нему территории были окончательно освобождены, возникла проблема их восстановления. Поселок Николаевка находится в 10 километрах от Славянска. До войны в нем было 17 тысяч жителей. Восстановление школы в Николаевке начало большой программы волонтерского движения «Новый Донбасс». «Новый Донбасс». Не знаю, вы учитываете, как снимать кино и как рисовать. Да, спрашивайте всем по дворе. Ну, на районе. До свидания, удачи вас. Идем. Новоскрасно! На поле, можно спросить? А на поле там не важно. Мы культурно-тирестейские. Дехали в гости. Хотим вам кино. Детская музыка. Понятно. Вот, и хотим, чтобы вы знали, например, вас. И вы говорите. И вы говорите, что вы знали. А там, врачи. А потом, врачи, врачи. Пойдем. Спасибо. Маня, поздравили сюда, с 5 июня. Днем учителя. С днем учителя. Они там, врачи. Да. А все туда воспитатели наполучили. Что же у нас, да, у нас Дарья художник. Она еще будет, ну, учить рисовать, кто хочет. Мы привезли краски настоящие, холсты такие, подрамники. Ну, как настоящие. Мольберты. Мольберты. Да, ну, как у взрослых художников. И называется наша команда, и наш проект «Новый Донбасс». Мы сейчас немножко представимся, презентуемся перед вами, объясним, что, собственно говоря, происходит, и зачем мы здесь. И как мы хотели бы, чтобы в этих ближайших две недели, пока мы будем с вами, в вашей школе, у нас устроилась жизнь. В сентябре месяце было очень трудно работать с младшими детьми, потому что многие остались здесь. Во время бомбежки они сидели с родителями в подвале. И день начинался всегда с того, как было, где они были, как плакала мама, как там был дядя весь в крови сидел, как была скорая. Понимаете, поэтому весь сентябрь, это вот только сейчас. Мы начинаем немножечко уже от этого отходить. Уже мы их успокоили, что этого уже не повторится, что все же хорошо, что вы ходите в школу, школу восстановили. Конечно, это много значит, потому что это на глазах у детей. Они видели, когда была разбита школа, и теперь они видят, какая школа сейчас. Понимаете, вот это вдохновение того, что вот он идет в школу, и уже школа вся, стекла стоят, все построено уже, у ребенка он идет с радостью, с желанием идет сюда. Когда же было все побито, это же они думали, что мы вообще не откроемся. В нашей студии Дмитрий Львицкий, Елена Прокопенко и на скайпе Ксения Васильева. Вот, Ксения, вы, еще раз напомню, что вы во всех поездках были на протяжении всех дней, там где-то 10 дней каждая поездка длилась. И вот фрагменты с фильма, который мы увидели, так везде происходит. То есть вы приезжаете, общаетесь, знакомитесь, говорите о каких-то своих целях, начинаете свою программу. И вот все местные жители, все там ученики школы, родители, учителя, они тоже берут вместе с вами грабли, мусорные мешки, лопаты, и начинают вот убирать. Или есть те, кого нужно уговаривать? Ну, дело в том, что в этой поездке у нас еще не было материалов, поэтому мы не могли еще работать. Ну, как бы идут родители на контакт, да, они хотят. Вот даже они, когда мы проводили просто какие-то мастер-классы, они тоже приходят, они тоже смотрят, они хотят с нами говорить, они хотят делиться с нами своими проблемами. И они все очень открыты, на самом деле, для того, чтобы помогать и общаться, и наводить вот этот диалог, ради которого, мне кажется, вообще существует этот проект. И хочется, да, напомнить и уточнить, да, у вас было две вот таких масштабных поездки? Да. И вот за эти две поездки, может быть, после первой, вы как-то поняли, что нужно поменять, а может быть, нужно подготовиться лично к этому, да, или нужно по-другому как-то выстроить программу, или вот какие-то были работы, знаете, на домашнее задание какое-то, что-то, пришло понимание уже, как это должно быть? Потому что первый раз вы ехали, а по сути, вы же не знали, как это будет. Ну, всегда приходит понимание в процессе, и каждый раз мы учимся и совершенствуемся. Есть понимание того, что можно улучшить, как лучше подготовить команду, какие люди должны быть в команде. Это что мы присматриваемся к детям. Вот в крайняя поездка мы, разговаривая с детьми, полчаса, урок длится 35 минут по укороченной программе, они учатся. И если присмотреться к ним, то сразу видны их, не скажем так, проблемы. Ну, сразу видно, что они плохо концентрируются, действительно, у них очень узкий кругозор, у них нет возможности его расширить, они ограничены в общении. И сразу мы понимаем, что вот в следующую поездку нам нужно дать возможность им хотя бы доступ к интернету, дать возможность им научиться или полюбить чтение, дать, подумать над какими-то другими методологиями, которые дадут возможность им научиться концентрироваться, расслабляться. И это дает нам возможность думать, искать, совершенствоваться для того, чтобы помочь детям и учителям. Ну, опять же, была поездка в Николаевку, которая была... Дважды мы ездили группой, и некое количество раз ездили отдельные волонтеры, которые уже развивают свои отдельные проекты. То есть, грубо говоря, сейчас буквально там вот в Николаевке конкретно работают двое людей из Германии, которые так или иначе связаны с Новым Донбассом, которые сейчас хотят в школе сделать студенческую, школьную газету. То есть, происходит некие ответвления, происходит некий рост, и мы уже отпускаем много проектов. То есть, буквально на Гогольф-фесте, опять же, Наташа Ворожбит и Георг, жену, они сделали спектакль «Моя Николаевка», и приехали школьники из Николаевки и показали свою... Ну, это была документальная такая пьеса, документальный такой театр, и они рассказали о своих переживаниях, о своем опыте, которые они получили во время войны. И вот это отдельная история. Вот сейчас, безусловно, мы начинаем большой путь со Станицей и со Станично-Луганским районом. Каким образом он будет трансформироваться, каким образом мы будем развивать наши отношения, ну, будет видно. Но в любом случае, это уже понятно, что это может быть гораздо больше, потому что в Николаевке это одна школа, а здесь три школы. Три школы. И каждая из них хочется, собственно... По поводу роста, вот опять же, я повторюсь, вот очень важен был действительно вот этот тренинг с литовскими ребятами, которые работают непосредственно в школе, работают там, у них опыт, там, сотрудничество не только там с общеобразовательными литовскими школами, но они работали в колониях, да, то есть они работали с, ну, скажем так, с людьми, со школьниками, частично с посттравматическим синдромом. Ну, то есть у них есть разные подходы, как можно изменять институцию, как можно развивать те вещи, которые, ну, возможно, проблематичны. В данном случае, Лена говорит, действительно, у школьников плохо с концентрацией внимания, плохо с... у кого-то там плохо с элементарными, там, я не знаю, какими-то базовыми вещами. Мы пытаемся через творчество, через любые там... Занятия, которые улучшат их мотору. Ну, вот директор в этом фрагменте из видео, он уже рассказывает, что вообще первый месяц учебы в школе, они каждый день, дети рассказывали, что они пережили, кто был ранен, вот как они в подвале сидели, и что сложно было войти в такой учебный процесс, потому что у детей воспоминания, которых просто не отпускали, да. А получается, что благодаря вот таким тренингам, этому творчеству, они как-то это уходит на второй план, да, военный опыт. Да, они просто как дети увлечены в процесс, они увлечены, и они больше ни о чем, у них нет времени даже на это. У нас был такой опыт, что они даже напеременно не уходили, потому что они делали что-то руками, им был интересный процесс, и они хотели увидеть результат. И думать, конечно, о войне или каких-то трудностях, у них просто нет времени, даже нет желания сделать перерыв. И это прекрасно. И, конечно, пойми, почему я еще вспоминаю, потому что нам действительно, как волонтерам и как людям, которые ездят туда, действительно важно владеть знаниями или хотя бы элементарными какими-то педагогическими навыками в работе, потому что тут очень легко сделать ошибку, тут очень легко споткнуться, и из-за этого могут возникнуть большие какие-то проблемы. И поэтому очень важно действительно постоянно расти самому, постоянно каким-то образом понимать, как ты можешь общаться с этими школьниками. И поэтому я и вспоминаю вот это патриотическое воспитание, которое вот это по указке, оно только ухудшает ситуацию. Элементарно, мы тоже говорим, у школы нету карты Украины, нету циркуля. Нету учебников украинских, а тебе отчет нужно сдавать. Ну, то есть дай сначала вот это, покажи, вот Украина с Крымом, с Луганской. А это очень важно, потому что вот, кстати, Дима, наша общая хорошая знакомая, которая из Луганска, и ей вот родственники, знакомые рассказывают, на оккупированных территориях Российская Федерация снабжает всем учебниками, портфелями детей, и там абсолютно всем необходимым. И, конечно, местные жители в шоке, потому что они, ну, никто не получал этого от государства, да, скажем так, это не прямая обязанность государства, но теперь они это все получат, несмотря на войну, да, они всем обеспечены, и другие, не просто едой, а всем необходимым для школы, учебники есть. Ксения Васильева, волонтер, у нас на связи по скайпу. Ксения, ну, на самом деле, что больше, может быть, через какое именно творчество легче контактировать с детьми и как-то легче говорить о мире, да, настраиваться на лучшее, на то, что будет лучше, да, на такое вот хорошее настроение и забыть о вот этих вот травмах, которые связаны с войной, потому что там у вас разные развлечения. Кто-то рисует там, кто-то преподает рисование на граффити, да, там баллончиками, кто-то лепит что-то пластилином, знаете, там даже театр есть, вот, очень, и спорт, я так понимаю. Вот что больше всего нравится детям в школах? Вы знаете, мы столкнулись с тем, что им нравится все, они открыты для всего. Они перебегают с одной активности на другую, они готовы и заниматься спортом, и одновременно играть на гитаре, и заниматься актерским мастерством. Я не думаю, ну, на самом деле, наверное, это рисунок все-таки, вот, проще всего им высказывать свои эмоции через рисование, ну, и как бы у нас есть очень много рисунков, где вот очень ярко показано, что они чувствуют и чего они боятся. Ну, вот, наверное, важнее всего это живое слово, это говорить с ними, это, не знаю, общение тактильное какое-то, это, наверное, даже не через активность, а вот через прямое общение. Им очень важно понимать, что их любят, им не хватает вот какой-то любви, и они очень хотят, чтобы их любили. Давайте посмотрим еще один фрагмент из фильма «Новый Донбасс», потом обсудим. А ты здесь Николаевки видел танки? И что, они стреляли или просто ехали? Стреляли тоже. Сначала в станцию, а потом пошли уже наши украинцы с силой, градами. Они же сюда еще и грады привезли, он как дом постраждал. Так кто-то дом разбомбил. Украинцы, ну, все равно я за них. Почему? Хоть они и разбомбили дома, но все равно я за них буду, за Украину. А почему? Да они куда целились, туда целились, потому что там, там ополченицы, там ополченицы. Они куда попало, стреляли тогда. А здесь у вас много было ополченицев? Да. Ты видел их? Как они выглядели, я пишу. Очень плохо. В масках, вот этих. Свинь, 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 свинь. Я хочу, что ты не раздавал. Я тоже не раздавал. А ну, а сину мне, а зубки покажи. А зубки покажи. Вот так. А что, мне нечищу руку. Свинь, спасибо. Нет, давайте не пиццу. Желтый мне бы догадался. Если вас в историю не раздавали, значит, что вы не показали ночёвкам. Это раз. Свинь, я попал, я попал, я попал и забирай, я бегу. Ура! Мальчишки, мальчишки. А потом мы будем показывать раз. Мальчишки, чайки с такими большими-большими. Мне всё понравилось. Пантомиума больше всего понравилось. Искусство владения своим телом. Пантомиума больше всего. Мальчишки. 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 А вы успеете снять, если я побегу? Чтоб людям украшали мир. Не, ну а где они должны быть? Не, где они не должны больше быть. А что значит украшать мир? Как люди должны украшать мир? Ходить разным цветом. Разным цветом ходить. О, деревья желтые, небо синее. Слышно. О, деревья желтые, а небо синее. Получается украинский фраг. Те фрагменты, которые мы успеваем показать в нашем эфире, мы покажем. Вообще рекомендую найти фильм «Новый Донбасс», посмотреть его целиком. Он не сильный, большой и не грустный. Да, там очень много улыбок. Получается, что эти улыбки благодаря вам. Ну, наверное, все-таки благодаря всем, которые живут. И наши улыбки благодаря этим детям, и их улыбки благодаря, наверное, нам тоже. Да, у нас отзыв в наших сердцах, они всегда есть. Благодаря тем людям, которые нам помогают. Ну, да, ты должна понимать, что те люди, которые ездят в Донбасс, ездят, например, в эту поездку, они тоже едут с определенным багажом знаний, предубеждений тоже каких-то, да, и они тоже изменяются. И когда ты видишь все своими глазами, когда ты общаешься с реальными людьми, и, конечно же, твое мнение частично меняется или полностью меняется. Ну, вот у нас уже немного времени остается. А вот давайте все по очереди расскажите, какие были у вас предубеждения, да, или, возможно, что, какой миф был, или как вы себе представляли, а что-то, ну, вот, оказывается, это не так. Что-то, что вас больше всего, может быть, удивило. Я не могу сказать, что меня удивило. Я ехала туда помочь. Цель у меня была понять, чтобы ответить на некоторые вопросы свои и помочь людям, которые там есть. У меня не было таких страшных картинок, что там... Я не представляла себе, что там все развалено, что людям нечем, например, есть или нет, где спать. И какие-то страшные картины я себе не рисовала. Я просто нацелена была на работу, и мне не было времени там особо пугаться или думать об этом. И когда я туда приехала, жизнь как бы для меня... Время изменилось. Там очень все обостряется, и твой день – это как неделя. Ты много успеваешь сделать, ты получаешь много информации. Ты находишься, ты смотришь, а какими-то очень... Ну, действительно все обостряется. И ты быстро анализируешь, быстро какие-то принимаешь решения. Ты меняешься под ту среду, которая там есть. И у тебя есть определенные задачи, которые ты решаешь там. Но вот когда ты возвращаешься, у тебя наступают какие-то дни тишины, которые ты самим собой думаешь. И даже когда у тебя спрашивают, как там, у тебя нет ответа. Ты можешь ему только посоветовать, поедьте туда и ответьте там на этот вопрос. Поэтому я в процессе осмысления, но я понимаю, что мы все одинаковые люди, и что это главное, что главный разговор, диалог, любовь. И как там люди разные, как здесь люди разные, мы ничем не отличаемся. Просто у кого-то есть больше возможностей, у кого-то есть меньше возможностей, у кого-то есть больше получить информацию и анализировать. У кого-то нет просто этой возможности. И потому что дать надо людям, от человека к человеку, от сердца к сердцу, для того, чтобы построить мир в Украине, на Украине. Дим. Я думал, что нам будет сложнее в этот раз говорить. Я думал, что нам сложнее будет сделать вот этот первый контакт, сделать вот эту первую встречу и выйти на разговор. Но для меня это было все-таки неожиданностью. Мы сумели сразу же, мы сумели сразу же с большинством из ребят наладить контакт, наладить диалог и уже работать там на протяжении этих 10 дней. И это было вот таким, это было своего рода удивлением. Вместе с тем, я не представлял, насколько сложно все-таки там жить. Я не представлял, и это совсем не Донецкая область, Луганская область, особенно это пограничные районы с Луганском и с так называемым ЛНР. Там жизнь крайне другая, она элементарная. На пальцах можешь увидеть цивильные машины, в основном это военные машины, в основном это блокпосты, в основном большинство мужчин это военных, ну если среднего возраста. И это все эти обстоятельства вместе, конечно, делают жизнь кардинально другой. Я подозреваю, что человек может привыкнуть к этому, я подозреваю, что жители Станицы и жители Плотины, Нижнетеплого каким-то образом привыкли к этому, безусловно. Но тем не менее, это очень сложные условия, их нужно изменять. И мы всеми силами будем пытаться восстанавливать и укреплять мир, чтобы этого не было, чтобы меньше было всего этого. Ксения, ну и что Вы скажете? Какие у Вас были предубеждения, да, или вот свое понимание, как это все, да, как Вы на расстоянии это понимали? И что Вы увидели уже, когда приехали в эти школы, общались с этими детьми, с учителями, с родителями? Ну, когда я ехала, я думала, что там живут какие-то агрессивные люди, у которых на лбу написано «Новороссия», они будут нас ненавидеть. А на самом деле эти люди научили меня любить, эти люди научили меня не сочувствовать, а помогать. И эта поездка абсолютно, наверное, перевернула сознание. Потому что они такие же люди, как мы, которые… И они плачут и спрашивают, почему, почему Вы к нам так относитесь, почему Вы нас ненавидите. Потому что нам насадили такое мнение. И я, наверное, бы призывала всех ездить туда и общаться с ними, и понимать их боль. Спасибо большое. Ксения Васильева, волонтер, у нас участвовала в эфире на включении по скайпу. В нашей студии драматург Дима Левицкий и Елена Прокопенко, менеджер проектов «Нового Донбасса». Я Вам благодарна. Конечно, не все смогут поехать туда, сколько населения страны. Но я Вам очень благодарна за то, что Вы к нам пришли и рассказали то, что Вы видели собственными глазами. И теперь, я думаю, что у меня, наших телезрителей, которые все воспринимают только из каких-то заметок, новостей, видеосюжетов, а вот благодаря этому мосту, который Вы построили, есть уже тоже другое понимание ситуации. Спасибо Вам большое. И напомню, что мы говорили про вот такие поездки волонтеров «Нового Донбасса» в Николаевку и в Станично-Луганский район, который состоялся только сегодня. Мы показывали видеоматериалы, фотографии, глаза, лица. Мы слышали этих людей. И на самом деле диалог важен. Оставайтесь с нами. И если что, заходите на нашу страничку в YouTube, Black Sea TV, там больше информации. Если у Вас есть предложение по темам, да, или Вы хотите поделиться своим мнением, можете писать мне на Facebook, Екатерина Некреча, ищите, добавляйтесь, пишите. На самом деле принимаем все темы, хотим, чтобы в этом эфире на самом деле звучало то, что действительно важно. Оставайтесь с нами.